Приехал раскулачивать своего коуча, тренера, на спортпит разводить, на шмотки разложу, на спортпит, нихуя не делают, но, собственно, все право. Я видел, что Рома расписывает диеты, ребят. На программу Ромин я не видел, что он пишет, но ввиду того, что он со мной работает, я вижу, что программа у него офигенная, и все круто. И вот рацион на неделю, полностью кашевый продукт. А если человек скажет, придет тебе ученик, скажет, Ром, мне твои этапинические, качковские рецепты не нравятся, ебаника мне салат с лобстером и крабом, это рецептик. Ты спрашиваешь, типа, чувак, сколько у тебя бабла? У меня камера за небе, не представляешь? Это же двухракурсов. О, еб твою. Уровень, представляешь себе, какой. Ты будешь первый, кто снят на ракурсе двухракурсов, а помпа в углу стоит. Слава богу, помпы для воды, а не та, которую обычно используют в культуристы. Не знаю, здоровься пока, лучше вытруно внести. А ты уже включил запись, что ли? Ну да. Приехал раскулачивать своего коуча, тренера, на спортпит развозить, на шмотки развожу, на спортпит. Ни хуя не делают, но, сука, все прошу, много прошу. Как все спортсмены-то? Ничего не делают, просто просят. Он хороший мальчик. Ребят, здорово. Да, потому что ты перед этим, отъездом на родину решил заехать ко мне, потому что залы-то закрыты. Мы были с ним встречаться. Пообщались мы про дальнейшие планы. Походу, мы с Ромой единственные два человека, которые собираются где-нибудь выступать в этом году. В этой осени, да. Мы свято верим, что что-то будет. Я пойду с Ромой за компанию, тоже подготовлюсь, тем более, что... Ну, такой фигурой по любителям, вот. Ромой по профессионалам. Все-таки наша цель, задача поставлена, и мы к ее выполнению идем. Ром, как у тебя вообще период самоизоляции? Ты тренинг сильно, сильно на тебя повлияло? Морально, эмоционально, финансово, залово и так далее? Я скажу так, что финансово в моем случае я, наоборот, немножечко начал больше двигаться. То есть, когда ты находишься в зоне комфорта, и денег, в принципе, хватает на все, ты особо стараешься, ну, как бы, это человеческий фактор просто. Все хорошо, у тебя лишнего, как бы, ну, хотелось бы, ну, да ладно, потом как-нибудь. Здесь же, когда немножко, наоборот, подужалось, то есть, сейчас в сфере онлайн, допустим, больше тренингских детей. Я видел, что Рома расписывает диеты, ребят. На программе, чисто программы Ромина я не видел, что он пишет, но ввиду того, что он со мной работает, я увидел, что программа у него офигенная, и все круто у его подопечных. Я и видел его, эта программа питания. Там такая фотография, он в шапочке, по-моему, все, да, брендировано. У него там, да, во-первых, сделано красиво, очень качественно, круто, и приятно, он там прям рецепты расписывает, прикиньте. Но это, чтобы я рецепты писал, бэйт, я бы своего спортсмена сразу отправил пеший тераптический подход. Писать ему рецепты. Нет, ну, конечно, это все как бы шаблонно, то есть рецепты. Продуктовая корзина составляется для человека, для рациона на неделю. И вот рацион на неделю полностью каждый продукт. А если человек придет, тебе ученик скажет, Ром, мне твои финишнские, качковские рецепты не нравятся, ебани-ка мне салат с лобстером и краб рецептик. Ты спрашиваешь, типа, чувак, сколько у тебя бабла? Я всегда спрашиваю, ну, то есть предпочтение по углеводам. Люди пишут мне, допустим, что в рационе не надо. Гречку не люблю, рис не люблю, люблю там картофель и так далее. И по белковым продуктам. По белковым продуктам там практически все, из-за исключения всяких омаров, лобстеров. Вот этого, конечно, нет. Но креветки, мидии, всякие морские коктейли, семга, горбуша, ментай, любые виды белой рыбы, кролик. Там даже есть лосятина. Кто-то, может быть, там бобров любит. Можно бобров написать. То есть там очень разновидный вид бобрового устроения. Да-да-да. И как бы дичь даже есть в рационе. То есть кто-то может там охотник, да, и он любит, чтобы рационе. Но, как правило, диета. Ром, что можно кушать? Что сам добудешь, да. Чувак сухой, поджар и сарпалет. Вот. Поэтому, ну, расписывается так достаточно все индивидуально. То есть каждому спрашиваю, спрашиваю предпочтение. И кто-то пишет мне, типа, грудку, гречку, рис и все. Я говорю, блин, а зачем я тебе тогда? Ну, ешь то же самое. Вот тебе божу, пожалуйста, я могу посчитать. Две секунды, там, грубо говоря, да, на калькуляторе, исходя из активности, все, поджинал, скинул. Питайся как хочешь. Бивай фэлт-сиклет. Но это больше для людей, которые, ну, уже более-менее профессиональны. Стаж какой-то имеют. А для новичков это прям идеальный вариант. Нет, правда. У него крутой рацион, он расписывает. Я не расписываю, потому что считаю, что я должен сам подумать. Раз. Во-вторых, мне лень. Нет, не лень. Мое время слишком до хрена стоит, и если я еще буду рацион расписывать, прям прайс вырастет вот с размером и затратом времени. Но, но. Я не знаю, куда говорить. Нет, туда буду говорить в основном. Короче, ребята, если вы кушаете, и вы такие, что вам нужно только рис, грудка и огурец, то в этом может быть большая проблема. То есть, друзья, есть такая штука, как пищевая привычная аллергия, и виды белка, источники белка нужно менять постоянно. Чем у вас будет разнообразнее меню, прям разнообразнее, тем лучше. Поэтому перечисленные в самом начале, Рома, все вот эти вот бобры, а не омары, морские коктейли, яйца, и баранина, и говядина, и все на свете. Если все это будет чередоваться в вашем рационе, будет мега круто. Пусть не в раздрете одного дня, потому что я понимаю, он не Гордон и Рамзик, но однозначно все. Но сегодня у вас рыбка, завтра мясо, послезавтра у вас как раз как-нибудь там вот эти кальмарчики с яйцами. Вот будет очень круто, это разнообразие, это маленький дополнительный кирпичик, ваш и результат, и здоровье. Даже хотя бы один прием пищи белковый в день у вас другой, отличающийся от другого. Это, во-первых, пищевая привычка не формируется, то есть, ну, и вкусовые рецепторы у вас другие, вам приятнее это съесть. Ты ждешь ужин, сегодня у меня на ужин не опять грудка, а там, к примеру, креветки там пожаривают. Грудка с петрушкой. Грудка с петрушкой. Это фотка есть, да-да-да, праздничная идея, не петрушка такая. Да-да-да, я просто когда не на диете, я мог позволить себе газированную воду. Я не занял, пузырьками. Я, вот. Ну, а вот так обычную, а так праздничная вода, да. Вот, поэтому это, ну, как бы, Руслан великодушно сделал рекламу сейчас. Ну, это опять же, я просто честно оценил, я когда листал в сторисе у Ромы, ну, нифига себе, ладно, круто, расписано меню, правда, круто. Так еще и картинка в шапочке поварской. Я, правда. Это, кстати, когда я выиграл чемпионат России, ребята у меня в родном городе, в городе Орске, у них свое заведение, белый кролик. Они говорят, Ромка, давай мы имени тебя, короче, сделаем бургер килограммовый. Ага. Я говорю, блин, давайте. Они замутили рецепт. А сам ты его съедал? Да. Ага, я тогда на сушке был, я мой, что съедал там, он четыре части разделил, три секунды, его нету. Килограммовый бургер, килограммовый бургер, килограммовый бургер, он там с картошкой подается. И мы сделали фотосессию, я там смочил. Учитель с этим бургером, но я не стал уже в меню вот этот вот, где я его ел. Вот, и очень клево, гармонично это все получилось. Но да ладно, я к тому, что ты просто начинаешь больше двигаться какие-то, вот, если где-то тебе что-то было лень, у тебя семья. И как бы хотелось бы или не хотелось, ты не на пачку гормона себе зарабатываешь, ты зарабатываешь на то, чтобы твоя семья была... Минимум на три пачки, да, каждый день по 10 яиц, 30 дней, ты же умный культурист, тебе на три пачки, да. Поэтому первое, когда у меня появилась семья просто, да, двое детей, и уже не только о себе, слава богу, начал думать, и заработок стал больше. Потому что я начал больше делать, как-то больше голову включать, и поэтому с моей точки зрения я, наоборот, немножечко доходы свои увеличил за срок карантина. Было тяжело поначалу, да. Я прям должен был сказать, знаешь, как это все бизнес-тренеры, ребята, кризис, это не время проблем, это время новых возможностей. Это каждый для себя как-то оценивает, конечно. Ну вот у меня появилась, допустим, возможность, да, сделать такое меню. Ну, достаточно, ну, качественный такой вот интеллектуальный продукт, потратил время, все сделал, ну, пожалуйста, все, ну, окей. Чувствую себя глупоебом, у меня доходы упали процентов на 65. Не у тебя доходы упали, а у твоей компании. У меня. Вот, поэтому, ну, блин, ты работай в процентном соотношении, делаешь больше меня, наверное, я не знаю. Это не важно. Да, это не важно. Бизнес должен жаловаться по моему доходу. Не сопоставимо с своими доходами. Я говорю, если у меня выросли доходы, ну, это там, ну, 60-70 тысяч рублей в плюс, а не в минус, допустим. Хотя первый, допустим, первый месяц, да, когда ребята ушли с онлайна, потому что турниры все отменили. Я расписал всем курсы по КТ, ну, чтобы они плавненько вышли. И как бы дальнейшее сотрудничество они, ну, не видят, потому что зала закрыто, ничего нет. Конечно, обрубило прям, ну, то есть, в два раза бах, потом еще на 30% бах, и все. И такой, так, за квартиру надо заплатить, тот и начал копейки считать. Но уже потихонечку, когда мы к этой жопе все привыкли, которые происходят, уже потихоньку как бы разморозился и начал что-то делать. Вот, как-то так. Ссылка на рому там в комментариях, в описании. Вот, к ролику присутствует. Что касается наших планов, мы не отводим наши планы. Да, мы не отводим наши планы, это у нас получить квалификацию на Олимпию. В этом году из-за пандемии ее продлили. Обычно турниры с квалификацией на Олимпию были до 5 августа, включительно. Дальше турниры проводились уже не квалификационные, но можно было выступать из-за пандемии. В этот раз их перенесли, отодвинули до 20 октября. Даже здесь Рои Фортамова. Да, да, да. Поэтому турниры все, которые будут проводиться до 20 октября, включительно, они имеют квалификацию на Олимпию. Олимпия, которая будет проходить в декабре, в 20-м году. Поэтому у нас есть шанс попасть на эту Олимпию. Вот, еще два шанса. Два шанса, да. Будем делать формулу, это к октябрю месяце. Первый турнир, ну, один из основных турниров, на который, как бы мы сейчас обсудили, это Аликанте. Да, Европа прошел. Там будет и любительский дивизион, в котором будет Руслан выступать, и про дивизион, в котором, собственно, и я буду выступать. Да. Вот, это вот немножко о наших планах. Ближайших, да. У нас, получается, сместилось, ну, чуть-чуть график, у нас плюс один месяц массы набора. Массы набора, который мы расскажем вам через месяц, как он пройдет. Через 40 дней. Мы поменяли концепцию. Да, мы концепцию изменили, она будет очень... Не мы, не мы. Она будет, она будет нова. Он не сопротивлялся, по крайней мере. А все самое главное, что я ему рассказал концепцию, он говорит, а мне так даже нравится, мне так комфортнее. Прям суперкруто получилось. Я уверен, что это даст прям хорошие плоды. У нас все помнят, что Рома на Siberian Power Show прям катастрофически заболел. Ну, я так думаю, там короной, наверное, переболел. Короче, не знаю, что он переболел. Прямо нам так хорошо сыпануло очень круто набранную форму. Потом, соответственно, вся эта температура, она повлияла у нас на работу. Слоры. В общем, мы все починили, восстановили. Ну, а потом ушли на месяц на ПКТ. Да. Соответственно, еще. Он накосячил, кстати, он накосячил на мосту, ребята. Просто, короче, пипец. Я убрал все. Он в три раза меньше ставил, чем было сказано. Просто человек не смог прочитать одно сообщение в девять строчек. Я вот признаюсь. Культурист головного мозга. А я еще думал, как круто держится форма у него. Потом он мне признался, что он накосил. Думаю, ну, Рома, ну, значит, ты крутой. Раз ты еще и форма так. А ты реально крутой, раз ты прям в три раза меньше всего делал, а сохранился на фоне заболевания. Прошло все здорово. Я вот думаю, что все всегда к лучшему. Видите, и пандемия смесили с турниры. Плюс месяц мы наберем то, что планировали. Ну, может быть, на пару килограмм меньше. Возможно. Вопрос даже не в цифре, на весах. А вопрос именно в том, как мы визуально это все наберем, объем. Это все уже попса. В конце первого массонабора, чтобы вы понимали, был единственный вопрос, который раз в неделю задавал мне Рома. Он спрашивал, а как потом все это сушить и избавляться? Категория плана. Я, говорит, вешу 110, а я сухой. Я такой сухой не был, и что мне с этим делать? А я предложил ему самый стандартный такой российский вариант решения проблемы в ряду их поступления. Говорю, давай мы сейчас наберем сначала проблему, одну решим, а потом проблему с весом из категории. Всегда самое сложное в классическом бодибилдинге и в классик физик, почему, кстати, много профессиональных спортсменов входит в дивизион 212 фунтов, тот же самый продержи, да, Килан Кирсен. Он ушел, потому что с его ростом, с очень низким, ему очень тяжело влазить в его категорию. Поэтому он принял решение, там, уйти в 212, ему так, ну, есть куда разгуляться, допустим. Кто-то так же и у меня табличку не поставил. Димуль, давай рассказывай. Нормально. Ну, ничего. Ну, иди теперь позорвайся в 7 раз припёрз. Иди, вот скажи всем привет. А тачки одел? Ну, надо было на мотоцикле сюда ехать. Да я как блогер. Привет, подписывайтесь на мой канал. Ну, просто дождь собирается. А, да ладно. С той стороны идёт. Поэтому я до больших веков, побыстрее. Напишите их, пожалуйста. Хороший. Извините. Поэтому самое сложное, в принципе, всегда было для меня, это влезть в категорию. Потому что я всегда выступал в классике. Потом, вроде в классик физик, но всё равно я рос. И вот даже те 93 килограмма, которые я на последнем турнире у Оксаны Гришиной, я их выжимал из себя буквально. Вот. Не говоря уже про чемпионат мира, когда там 89 категорию нужно было делать. Потому что IFBB, Федерация и NPC, рост и весовые категории немножечко разные. То есть в NPC попроще. Мне можно весить 93, а не 89 в любителях. А в Pro-дивизионе вообще 96-97 килограмм не можно весить. И как бы, я вроде бы и обрадовался. Но судя по планам вот этого товарища... А везде ещё разные ростомеры, зараза. Везде разные ростомеры. Хотя я не вру, по NPC учился, когда я выступал. У меня на каждом турнире, блин, сантиметр в сантиметр одинаково было. У меня был на России нормально 178,5. На мире такой же рост у меня был 178,5. Но на Гришиной почему-то решили все, что я встал на носочки, чтобы у меня был 178,5 рост. Ну, были такие вот комментарии от определённых личностей. Возможно, они расстроились. Возможно, они расстроились, да. Что-то я хотел спросить, и у меня вылетело из башки. Как и остальные ребята, вот, вылетим. Ой, да тяжеловато. Андрей Кожакарь у нас решил вернуться домой. Вроде бы сначала поехал погостить, как бы, к родителям. А в итоге они там решили с женой, с супругой остаться. То есть, в Питер они возвращаются. А там по фитнесу ланируют? Да, у них этот огромный фитнес. Там зал какой-то новый, он работает, уже работают они тренерами. Никита Кривошейн и Данил Прохоренко. Ну, как бы, ну, тяжеловато. У Данила вроде тоже там и онлайн есть, и где-то какие-то такие заработки есть. Но все держатся, мы стараемся все вместе держаться. Там всякие смешные, там, с тренировок записывать. Вот, вроде у всех более-менее. Потому что была возможность работать, благо нашему руководителю, да, удалось найти зайчик, арендовать его. И мы, так скажем, подпольно, ребята там проводили персональные тренировки и была возможность содержать форму, кстати говоря. Практически революционно. Ну да, 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 да. Против системы, грубо говоря, поперли. Вот, и поэтому в заработке, конечно, ребята тоже потеряли, достаточно много потеряли. Но, тем не менее, все практически, у кого были планы готовиться на осень, готовятся на осень. Вот, и все. Не знаю, как будет по турнирам именно в России, но за рубежом, в Европе, в Америке все турниры собираются проводиться. Просто немножечко их как-то двинули. Если вторую волну не объявят, то... Да, опять не закроют авиасообщение. Но, например, нам, если что, в принципе, все равно пофигу. Мы делаем форму, мы готовимся, и она никуда не уйдет. Да, это же такой... Это не вдруг решили подготовить. У нас запланировано все. Это база, которая нарабатывается, и она будет сделана. И все. Ты с каждой сушкой, ты лучше. С каждым набором, ты лучше. Поэтому, ребят, реально, вы можете каждый, смотрите, сделать форму лучше, и вы там даже условно эти осень могут отменить. Если до вас финансово это возможно, готовьтесь. Просто в конце у вас не будет этапа мучегона. У вас не будет того этапа обезвоживания, подвод, которая является, наверное, самой самой тяжелой и стрессовой для организма. Хорошая форма вам всегда пригодится. Если вы уходите в онлайн, ребята, готовиться к фотосессии для многих из вас более ценное, чем готовиться к соревнованиям. Потому что фотки с соревнований, пусть пиздюйская, с пластиковым кубком позорным, вы даже сами не выложите даже, сфоткают хреново вам. А фотосессия останется с вами надолго, она будет для ваших учеников, клиентов, рекламы. Набирайте кучу шмоток, фото кучу без шмоток, найдите хорошего фотографа в регионе, прям сделайте. Это, наверное, самая большая ошибка, которую я замечаю у спортсменов, то, что они забывают, они не делают, потому что ты реально уставший, тебе не хочется. Самое главное, ты с собой недоволен. Вы себе не нравитесь, вы ждете момента, когда будет хорошая форма, а потом оказывается, что она была, и вот ее уже нет, и фоток нет, и чего ты ждал, дружище, непонятно. Поэтому старайтесь запечатлеть свою форму как можно больше и чаще. Просто, если у вас есть самый крутой пацан в зале с айфоном, попросите его от окна, чтобы свет был хороший. Ребята, иногда эти фотки от окна в зале будут чуть ли не самые лучшие. А айфоны делают очень крутые фотки, реально. Просто исходник отправить какому-нибудь фотографу на ретушку. В инстаграме есть кнопка сверху, кружочек, называется «Сделай заебись». Автокоррекция, да, и все. Ну, там можно в каком снэпсиде эти... Я не знаю, какими он ругается слонами с непонятными для меня. Вот, автокоррекция, сделать зашибись, есть кнопка, все. Это все говорится к тому, что вот у меня тоже спрашивают, а если вот турниров на осени будет. Я говорю, у меня есть план, который мы там с тренером соорудили, запланировали. У меня есть возможность, благо там спонсорам, поддержка. То есть я не затрачиваю какие-то средства на подготовку, в том числе не на спортивное питание, не на чего вообще. Там степень ненависти растет. Поэтому я... В любом случае буду готовить. Ремарка, тут такая ремарка. Красный фильтр наезжает на кадр. Человек является чемпионом России, чемпионом мира, а ЭББ про спортсменом. И вот в принципе еще он хорошо разговаривает, он нравится людям, он харизматичный, люди за ним смотрят, он открытый, интересный. Я красиво читаю. И поэтому не только генетик, но и другие спонсоры, у них у Рома получается много целых, скажем, коалиция, кто его поддерживает. Как видите, не пришли к нему энное количество лет назад после армии цели. Ром, ты что, в армии подтягивался? Ничего себе, сейчас у тебя будет все обеспечено. Человек выступал на полуграмме теста и 200 граммах тренбаллонов в течение энного количества времени и питался тем, что в магазине со скидкой. Знаете, ты такой разрядный день? У тебя что на ужин? А что будет с красным ценником? Я еще не видел в магазине, да. Ну, грубо говоря, подготовка моя была на 15-20 тысяч рублей в месяц. Плюс-минус, но последней подготовки, может быть, чуть-чуть больше я себе позволял, но потому что там семья появлялась там и так далее. Но я скажу так, что 6 сезонов я от выступал, и только 6 сезон я стрельнул так, что выиграл Россию, и наконец-то, с 6-го раза Россию, 6 раз я выступал, я даже в тройке ни разу на России не был. То есть я постоянно, каждый сезон, когда готовился, у меня был последний старт и пиковая форма на России. Я ни разу первым не был. Тут выиграл абсолютку, ну, может быть, кто-то скажет, что там конкуренции не было и так далее. Ну, может быть, окей. Ну, я абсолютный чемпион России. Титул-титул. Чемпион мира. Ну, не абсолютный, но чемпион мира тоже. Титул-титул. Не дисквалифицированный чемпион мира, между прочим. Еще пробовать не брали повторно. Да. То есть я чемпион мира и выиграл турнир, пусть проходивший у нас в России, пусть тоже там не капец может быть в какой конкуренции, как вам бы могло показаться. Но тем не менее. И только после этого у меня вот все сошлось. И ребята, так скажем, с которыми был знаком уже давным-давно, когда выступал с компаниями, да, вот как-то предложили там сотрудничество. И я с удовольствием и не воспринимаю это никогда как должное. Я очень благодарен и понимаю, что... А, еще и Ромка, да, отрабатывает, и его никто не собирается сокращать. Поэтому, да, вот вы видите, на самом деле, текущую генетику и пишите, а что, а как, а почему. Ребята, кроме моей огромной любви к спорту и спортсменам, я обязан рассматривать коммерческую составляющую. Ну, во-первых, потому что от нее зависит то, чтобы искать хорошую продукцию для вас. Для того, чтобы поддерживать спортсменов, для того, чтобы кормить там штат, порядка 100 человек, который обслуживает компанию. То есть мы там, например, никого не сократили. Еще ни одного человека мы не сократили за время пандемии. Некоторым мы там даже дополнительную поддержку оказывали, потому что в их семьях второй человек потерял возможность заработка. И к чему? Ну, вам никто ничего не должен, зачастую по заслугам оказывается. Причем по суммарным, да, я повторюсь, один только кубок, это прям хорошо, вы умничка, но когда к кубку остальные компоненты личности добавляются, это и создает возможность. Вот. Потому что старайтесь развиваться. И, честно сказать, я всегда тоже вот так думал, ну, конечно, там чемпион России взять там на контракт, помогать там ему, это всяко лучше, чем Васечке там или Петичке с какого-нибудь, и растить его, растить, растить. И я точно так же раньше думал, до того момента, пока сам головой не дорос и не стал на сторону именно людей, которые спонсируют, которые вкладывают в спортсмена. Я, допустим, имея свои титулы, имея там определенный статус в спортивных кругах, да, ну, в узких кругах, в бодибилдинге, А у меня дороги не узкие, дороги. Имея уже определенную сложившуюся репутацию, когда в меня инвестируют определенным там спортивным питанием, они уже понимают, что я не соскочу. Через там полгода я не скажу, ой, да я не хочу больше выступать, у меня вот там Машка, Дашка, Пашка, Петька, Гойка появились. Все, я вся в любви, я весь в любви, мне ничего не надо. И человек, который в него инвестировал деньги, который вкладывал в него, оказался ни с чем, потому что он просто перестал заниматься бодибилдингом, потому что ему разонравилось. Поэтому многих ребят, еще даже генетически очень хорошо одаренных, не берут на спонсорский контракт, пока не будет определенных регалий, определенных вот какого-то такого багажа своего, да, бэкапа, который вы бы могли предложить, вот. И ввиду этого, может быть, еще есть проблемы, которые у меня есть голова, я в нее ем. А большинство ребят, ну, действительно так и есть. Они не могут двух слов связать элементарно, построить грамотно, там, предложение составить. Ты по 15, блядь, вот, пап, пожать, блядь, грудь вот, поработать, блядь, все, бицепс покачал, потому что так лучше чувствовать, трицепс поразгибал, потому что трицепс, блядь, пошел грудку поел. Все, блядь, спать и... Все хорошо такое. Слушай, а расскажи, пожалуйста, про процедуру допинг-контроля на мире. Что было? Честно сказать, на этом чемпионате мира допинг-контроля не было. По крайней мере, я его не видел. Просто я с ним разговаривал, мне рассказали, что происходит так. Бодибилдинг до 80 килограмм проверяю, проверяют шорты, проверяют девочек и проверяют классиков. Категории бодибилдинга тяжелые, классик-физик, типа, ну, как бы, вы провели open-контроль, у него глаза честные. То есть так получается и происходит, да? То есть как бы все хотя бы там не такие маразматики, они понимают. Да нет, конечно. Ну, сам Сантоха, да, он топит за то, чтобы бодибилдинг внесли в список олимпийских видов спорта, поэтому он сам в АДУ приглашает специалистов для того, чтобы у спортсменов брали допинг-пробы, чтобы если вдруг кого-то дисквалифицировать, вот, мы дисквалифицировали спортсмена за допинг там, ай-яй-яй, а то, что бодибилдер там 100 килограмм он в себя влил, там, хрен знает сколько, это ничего, никого не трогают. Вот. Еще вопрос, да. Еще вопрос. Смотри, два стула. Ладно, нет. Смотри, если случится так, что бодибилдинг, ну, в любой вариации, назовем его, пусть это будет, классик-физик или атлетизм придумывают, ну, отдельная номинация, прям одна, появится как олимпийский вид спорта. Вот скажут, 2026 год у нас будет на олимпийских играх собирается сборная России по атлетизму. Мне очень нравится слово. Атлетизм, да. А по атлетизму. Ты бы сказал, что, чуваки, я хочу быть олимпийским спортсменом, я, как бы, буду подготовиться под допинг-контроль олимпийской, олимпийский контроль, где, понятно, Россию пытаются завалить, я не буду пить мелдранат, я не буду пить комплевит, потому что там много хрома, я буду пить росу, есть картошку, собранную руками герстениц в Краснодарском крае, то есть, прям, ты бы отказался от определенной степени, понятно, да, что с допингом мы лучше бы больше, ты пошел бы в сторону олимпийского вида спорта, тебе было бы это интересно, или ты бы остался, вот, NPC, IFBB, пролига, в жопу идут допинг-контроли, и мы делаем, кстати, бодибилдинг. Честно сказать, бодибилдинг, это прежде всего зрелище. Уверен, что в натуражку, грубо говоря, подготовиться, да, на какой-то более, такой, ну, бодибилдинг, на олимпийский, вот, вид, с допинг-контролем, совсем, ну, практически, все будут готовиться без фарма, или все готовиться будут так, чтобы их не спалили, вовремя отключать, и так далее, и так далее, подводиться, то есть ты будешь на равных, не будет такой, ты один чистый, а все заряженные, вот, окей, давайте пойдем так. Ты будешь мне медали олимпийского чемпиона? Конечно. Конечно, я сейчас обосную, почему. Во-первых, любой олимпийский вид спорта, он субсидируется государством, это, во-первых, ассерибаком, ассерибаком, это стипендия, это, причем вам никто не мешает иметь также дополнительных спонсоров, еще помимо того, что государство платит вам деньги за этот вид спорта, это различного вида сбора и так далее, там, и спортивное питание, и все, и все, это все на государственной поддержке, плюс, когда вы, если вдруг завоевываете медали, это опять же там машина, какие-то призовые денежные и так далее, и плюс в массы, соответственно, спонсоры на олимпийский вид спорта подтянуться намного больше, и намного охотнее будут спонсировать официальные, вид спорта, намного охотнее, потому что то же самое спортивное питание, его используют абсолютно все, это не допинг, а представляете, если бодибилдинг будет олимпийским видом спорта. Когда я сидел в Москве на конференции, там был минком спорта, там были всякие серьезные люди, постарше меня, и считающиеся умными, с очень серьезной мрожей, кто-то из минского спорта Москвы, вещал, что спортивный это страшно, и все производители подсыпают туда стероиды, чтобы они лучше работали. А знаете, почему так было? Потому что, ну, полились спортсмены на допинге, мы же не скажем, что у нас. Это нормально, спортсмены как и должны готовиться. Все лепестки спортсмены, большинство свое, я потом глубоко убежден, применяют допинг. Вовремя его отключают, подводят. И делают, да, делают так, чтобы не спалиться, потому что они спортсмены. Вот, но у нас не любят говорить честно, они несут всякую чушь, и тем самым, как бы, как раз таки, посрамляют, такое слово есть интересное? Ну, теперь будет, теперь будет. Ну, я на русскую не сильно тяну, поэтому никого не обломает. Вот, и да, обстирает производители спортивного питания. Чуть больше по импорту были вопросы, были по импорту вопросы, ну, потому что, короче, американцы продали протеин, специально подмешали туда химию. то есть на отдельной историей. То есть, что дискредитировали Олимпийский комитет в плане ВАДА, да, в плане Олимпийских игр, которые проводили в Сочи, что наши спортсмены выступили просто потрясающе, и там больше спортсменов были просто на Китропинде и вырваны. И поэтому, это позорище, это позорище, что вот такие вот вещи делаются, и делаются они осознанно и пытаются скрыться на государственном уровне. А спортсмены, они ни при чем. Они всю жизнь фанатеют от спорта, они живут этим, они зарабатывают этим, и они, по сути, не виноваты. Но их наклонили, сказали, вот, либо вот эта пилюля, блядь, и первое место, либо, пиздуй, ну, и выбора особо нет. Тут видишь, наклонили-то не спортсмена даже. Спортсмены все в курсе, мне кажется. Неравно, наклонили страну или даже наклонили спортсменов, а страна не вписалась. Вот так. Ну, может быть, да. Страна не вписалась. Были определенные. Хотя я бы, вот я бы сделал свои пести игры с шлюхами, блокджеком, мастерогием. Прикинь, официально. Ребят, давайте по-честному. Конечно, давайте. Вы себя на здоровье берегите, но все можно. Давайте, кто первый пробежал, кто-то молодец. Можно не подводить. Рекордки будут привлекать вообще. Они будут честными. Ну, по крайней мере, да. Ну, все же будут сидеть на допинге. Все будут сидеть на допинге. А кто-то сидит на допинге. А то есть у нас Шарапову дисквалифицировали за Мельдонией, блядь, а Сирена Уильямс, которая там, блядь, хуячит, как Папа Карлотт. Она просто отсосала у парня, который принимал стероиды. Или там попался. Да, да, да. Я тоже читал эту историю, блядь. Жесть. Занималась сексом, блядь, со спортсменом, который употреблял допинг, блядь. И поэтому у нее в крови в крови оказались, блядь, тела вот эти вот. Это жесть, конечно. Это вот как только не... А парня может это как воздаваться? Ну, ну да. А если ты еще и черный, говоришь, я черный гей, и все это, блядь, если вы сейчас меня задохнули, это, блядь, расизм. Вы расисты, блядь. Да, вы расисты. Особенно, если вы там... Вы расисты, и получается еще и гомофоба. Все? Мне кажется, в Америке могут вообще слово господи. Это без крови. Ты, короче, хуня. Вот. Имейте в виду. Ты почти святой. Тебя должен в стеклянный такой этот, блядь, и возить по городу, блядь, показывать. Вот. А что касается, вернемся к допинг-контролю. Берут шесть спортсменов, пальцами вот так вот тыгивают, или шестерка финалистов, заводят вас в комнату, вы тянете, блядь, не глядя, грубо говоря, шарик. Если это шарик белый, вам открывают двери, вы идете на награждение, грубо говоря. Ну, если это до награждения. А если нет, вы тянете черный шарик, вам дают баночку, и вы понимаете, блядь, что там у вас покажут тестостерон, да. Чего? Давай, давай. Нет, у нас даже на допинг-контролю. А до шарик не было? Вообще ничего не было. А у тебя было подготовлено с тобой там пакетик с мочой, с чистой, в плавках, с ником. Я к этому вопросу, когда мне позвонил президент нашей федерации, он мне сказал, вы сможете подвестись к чемпионату мира под допинг-контроль? Я позвонил своему на тот момент тренеру, он сказал, блядь, туда никто не подводится, блядь, все едут нахер заряженные, блядь, и все. Ну, если дисквал, то дисквал. Я тебе переведу. Президент федерации сказал, Роман, мой дорогой друг, попроси своего семилетнего племянника пописать в пакетик, лучше презерватив, завяжи на два узла, и когда ты от выступаешь на сцене, положи пакетик вот эту резиночку себе в плавочке, и когда ты пойдешь в туалетик, сделай так, чтобы это оказалось в пробирочке. Но на самом деле, если вас ловит на допинг-контроле, сейчас на камеру отрубилась почему-то, ну, это разговаривание какая закрылась. Это еще работает. На самом деле, если вас ловит на допинг-контроле, насколько я знаю, это два года дисквалификация, плюс, ну, там, типа штраф у федерации какой-то будет, не знаю, на самом деле. бывали президенты, что просто вам говорят, что у вас сейчас допинг-контроль, вы идете на жеребьевку на эту, да? Ну, простым языком говоря, это так и есть, ценный жеребий. Вы просто уходите. Ну, то есть, вы понимаете, что вы вытянете черный шарик, и у вас будет дисквалификация на два года. Если даже вы вытянете шарик, вы не идете в туалет пить, а просто уходите, и вас дисквалифицируют за неспортивное поведение на год. шарик, Ребята, мне кажется, это ценный формат. Никто не расскажет для тебя такого. Это лайфхак. Ну, ты круто? На самом деле, у нас много спортсменов. Но мой вариантик с этим, с мочой, он прям... А еще вариант, еще один, можно взять свою маленькую, просто маленькую пробирующую, утром легко сныкать. Путайной черный карман. Вот. Короче, бензин. Карман. Если, 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 короче, ваши пробины дадут бензин, ну, вы скажете, вы что, враги, а что, автобор, что ли? Нет, то что у вас, что... можно пробовать испортить. Если вы ее запороли, то, как бы, все к вам по большому счету, я даже уверен, что они не делают никаких тестов. Они берут... О, я не выиграл пластику? Чувак, дисквал. Дисквал, да. То есть, вы вытянули белый шарик, они прекрасно понимают, что там что-то найдут, они это выливают, делают себе дисквалификацию, а в статистике пишут, что за допинг-контроль. Ну, рассказывай. Да вы громко так это, я думаю, вы там шутите, смеетесь, или помощь нужна, или звание, или курите, может, блядь, не зовете. Поэтому не зовем никого. Я ушел. Логично. Вот, поэтому все эти дисквалы, такое, но у нас, как в России принято, то есть, чемпион мира выигрывает, возвращается в Россию, даже если его дисквалифицировали, об этом, ну, как бы, наши СМИ стараются ничего не говорить. То есть, он на международных стартах дисквалифицирован, но в России он спокойно выступает. И звание именно на территории России, чемпиона мира, у него сохраняется. Вот, к примеру, мне далеко не надо ходить. Присвоили, это БСМК. А мне не присвоили, и вообще никому. тебе не присвоили, потому что, я знаю, даже не косяк федерации, кстати, я бурчал же, бурчал, но федерацию передо мной отмазывали, сказали, что правда хотели подать, правда, что-то там не сложилось, не успели, и вид спорта, категорию, категорию, у нас и физик не успели, не успели причислить к награждаемым, и самое неприятное, я говорю, типа, а задним числом-то можно будет? Мне говорят, походу, дело нет. Это вот самое неприятненькое, если честно, но может быть, что-то сложится. Вообще, было бы официально от Министерства спорта иметь звание мастер спорта международного класса, было бы круто. Я выполнил этот норматив, но я официально не являюсь мастером спорта международного класса. Да, кстати, этот вопрос, только правильно люди запишут, МСМК, это правда, человек выполнил норматив, то, что они присвоили, можно, если такие люди, мне кажется, ну, это не лень, бумаги собирать, но я не пойду. Да, но я бы заморочился, если бы это от меня лично зависело, я бы заморочился, но момент такой, что я выступил в НПС и ушел в другую федерацию, соответственно, в ФББ, а в федерацию у меня сейчас дисквал, и на самом деле мне бы, наверное, вряд ли все равно присвоили эту математику. Нет, вообще, что он выполнил, а МСМК присваивает не федерация бодибилдинга, а российское министерство спорта. Вот, и да. А еще, ворону, ты письмо извиняюсь. Да, извините, пожалуйста. Мне стыдно, я испытываю глубокие душевные страдания, и поэтому я прошу меня попростить, понять и дать курочку. Дать курочку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А вот, капец ол. Папец ол. А еще есть у нас звание заслуженного мастера спорта. Да. И заслуженные мастера, они, как правило, это олимпийский призер заслуженного мастера спорта. Но у нас в бодибилдинге можно выиграть три раза чемпионат Европы или чемпионат России, ой, чемпионат мира, и, соответственно, вам присуждается звание заслуженного мастера спорта и тогда вам уже платят спортивную пенсию. Честно говоря, не знаю, ну, в районе, наверное, может быть, там 40-50 тысяч рублей. Ну, какая-то вот такая спортивная стипендия, пенсия. Она считается вот за заслуженную мастер спорта и, насколько я знаю, она как бы бессрочная. Да, да, все верно. А раньше за мастера ТОР платили, кстати. Ну, это министерство спорта, пока-то действующий, наверное, спортсмен платили. Вот. Потом уже, когда спорт, наверное, самое, да, сейчас, конечно, все это упразднили, усложнили в плане получения и, в общем, по сути, бодибилдинг, он как был таким видом спорта фанатов и таких заграммок. Мне же самый популярный. Нет, бодибилдинг, конечно, не самый популярный вид спорта с точки зрения его просмотров, но бодибилдинг и фитнес самый популярный вид спорта с точки зрения того, что им занимаются люди. Все. То есть люди, занимающиеся фитнесом и больше всего на планете, потому что людей, которые смотрят футбол по телевизору и играют в футбол во дворе, это, наверное, 0,001% от тех, кто смотрит футбол. В основном те, кто смотрит футбол, это спортсмены по выпиванию пива с чипсами перед телекомбаром. Да? Обратите внимание, что рекламирует культурист? Он рекламирует протеин. А Криштиану Роналду рекламирует Pepsi и Lace. Ну, чистое здоровье, чистый прям такой вот спорт. Это можно об этом дискутировать и говорить очень много и о правильных вещах, и о неправильных вещах. И те люди, которые, ну, на самом деле, имеют здравый смысл, они все это прекрасно понимают. А те люди, которые, ну, которым Боженька, немножечко обделил серого вещества в голове, им хоть сколько объясняй, хоть сколько видео не записывай на канале Генетик, хоть сколько видео там на любых платформах записывай, не записывай, они все равно этого никогда не поймут. Только да-да-да, объясните, если там у актрисы на заднице написать какой-нибудь важный месседж, знаешь, тогда может быть. Поэтому будьте чуть-чуть более как-то, я не знаю, обтекаемыми, что ли, в плане, не в плане формы, а в плане вообще мировоззрения и какой-то информации, которую вам подают, не надо протеин не стоит и так далее, и это же до сих пор же есть. До сих пор же есть, это не людей. Уже не пью, сука, на генер перешел, он до сих пор не стоит, потому что белок составил есть. Вот, есть очень много вот этих стереотипных всяких вещей и очень много и вообще я не знаю как до людей донести, уже даже спортивное питание просто в аптеке продается. В аптеке продается спортивное питание. В продуктовом магазине продается генетик? В генетик продается в генетик лента, господи, заходите, Ашан, 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 да, вот. Ну, у меня в городе вот, моем маленьком был лентой и первый бренд, который я увидел спортивного питания это генетик лап, стояли БЦАшки, стоял протеин, генер, кариатин, то есть, ну вот, думаю, ну, наконец-то, блин, уже просто в магазинах продается. В Америке сколько вот ребят смотрел, они записывают свои влоги различные, в аптеках продается спортивное питание, есть отдельно стенд, транспорт, у нас, на заправках, на заправках, да, всякие вот эти вот шейки, которые уже разведенный прот, ты его просто в баночке открываешь или в бутылочке и выпиваешь там 30 грамм белка, вместо там какого-нибудь там сникерса, да, и кофе, которые, ну, обычно покупают там, или сэндвича, просто выпиваете протеин или БЦА, это все очень распространено, но у нас, допустим, это доходит только-только-только вот доходит, и, блин, я не знаю. Очень люди боятся этих всех вещей, и они предпочитают этих вещей бояться, то есть, я боюсь, я лучше дальше буду бояться, чем просто открыть и прервать не бояться сахара, алкоголя, сигарет, хотя там даже говорят, что они вредные. Причем презирают именно спортсменам за употребление спортивного питания различного и так далее, но никто не презирает этих ебучих алкашей, вонючих, сраных алкашей с этими, знаете, вот такими упругими животиками, грудь палая, животик вот этот упругий, бутылочка пива, вот это вот бородка, три волосинки, вот это нормальный мужик, вот это я понимаю, живет нормально, жрет раз в день хуйню какую-нибудь с этим пивом он, сука, сидит, падла, вот, а его чего осуждать, он нормальный человек, его доржал, его даже помочь, его даже надо помочь, да, и тогда, я вообще, если честно, последнее время начал задумываться, выпечел, да, гоха перегрел, тепло, гохе тепло, ну, что там еще работает, последнее время начал вообще задумываться в плане алкоголя, и не с точки зрения употребления там в каких-то дозах, а с точки зрения вообще вот табу, и табу в плане того, что до меня вот доходит мысль, что я бы не хотел, чтобы моей дочке, которая у меня сейчас растут одной там 6 лет, будет вот буквально на днях второй там 8 месяцев, я не хочу, чтобы они даже дома видели, что я там употребляю даже вино, я не хочу, чтобы дома алкоголь вообще присутствовал, в принципе, ни в каких вещах. Кстати, вот я говорил про детей, а я на самом деле понял, что как только у меня ребенок, ну, не когда там ребеночку до года, а вот такая большая, сейчас ей 3,8, вот, я понял, я дома стал есть меньше даже вредных продуктов, то есть, теперь дома нету вообще там печенья каких-нибудь, конфеты, то есть, нету ничего, что я мог бы захотеть и схомячить, короче, то есть, я прямо испытаюсь в разы чище, чтобы у ребенка был пример, то есть, у меня можно, я могу спокойно платить дочке в супермаркет, ни одного снегерса, киндер-сюрприза, она в руки не возьмет, она может из них только построить башню, ну такая, поигралась, то есть, когда были, нотариусы, нужно было документы сделать, хочешь там нотариусы, ну, родственные люди, все как-то уходят, куда-то там, женщина, секретарь, возвращается с сушками, я протягиваю, ты пакет сушек, угощайся, она такая, смотрит такая, папа, это же вредная еда, смотрит на эту женщину, а у тебя есть яблоко, у меня была такая гордость для ребенка, женщина такая, ну, это же всего лишь сушки, они же говорят, ну они не вредные, они там без сахара, я говорю, нет, ну в принципе, я говорю, из латомства, даже сушки, наверное, что-то не самое стрёмное, далеко, я говорю, ну, по составу, на самом деле, это не лучшая еда, у тебя будет там, жиры, всякая ерунда вредная, спасибо, огромная, прям такая, приятная, спасибо, ну, видите, яблоко, мы сейчас пойдем, это круто, когда ты просто своим примером создаешь какой-то пример, вообще ключевое слово, это прям круто, меня там в компании похвалили, о, не пьешь, с мордом занимаешься, молодец, нет, я хочу, чтобы мои девочки, которые растут, посмотрели на парня, который к ним там будет подкатывать 16, 15, там, 17 лет, чтобы она посмотрела на него, на его внешний вид, чтобы она обратила внимание на его речь, чтобы она обратила внимание на сигарету, на пахнет ли у него изо рта сигаретами, от его одежды, я хочу, чтобы она посмотрела и сказала, блядь, как будешь выглядеть, вот как мой папа, или что-то, вот я вот так вот хочу, чтобы у девочек был достойный пример, ну, 100% у девочки формируется образ мужчины на основании отца, вот, я вот хочу, чтобы мои девчата нашли себе достойных мужей, достойных партнеров, с которыми они будут дальше идти по жизни, конечно, не исключено, что это все еще сначала будет козлы, всякие и так далее, вот, ну, это ладно, это уже потом, ну, просто к тому, что... С ними ты будешь потом раздираться, да, я потом, как Руслан поможет мне делать лицензию на оружие огнестрельное, отец полковник, мне надо в Росгвардию ехать, я же, это, за помповое ружье, и эти, афсейфы покупать. Мы тут, короче, с началом карантина, мы начали, на самом деле, все готовятся к гражданской войне. То есть, прям дружно. У меня, по-моему, с трудом получили разрешение, Костян себе Сайгу оформил, что ему нужно, добро разрешение, у него теперь, то есть, у него два ствола получается, и пистолет. Я себе оформил, короче, мы тут, на всякий случай, я купил себе точильный камень, здоровенный для меча. У меня есть меч, да. Катана. Не, не, нормальный, рыцарский полторка. да. Искали бы, блядь. Вот, мы на всякий случай думали, а вдруг гражданская война будет? Ну, прям, вдруг реально будет пипец. Вот. И такой, ну, пока нет, но лежит на всякий случай. Ну, пусть будет, суперпечь пригодится. Да, вот, как бы, мы вот немножечко такой социальный ролик, да, сейчас с Русланом немножко записали, поговорили о полезных ночах, поговорили немножко о социуме, как это все воспринимается там, за окном, за дверями, за дверями фитнес-клубов. Вот. И, как бы, подытожить хотелось бы, наверное, этот ролик, чем? Каким? Каким месседжем? Каким месседжем? Ну, кучу месседжей уже. Да. В общем, ребят, старайтесь просто развиваться, старайтесь не пить природе, потому что я реально психую, вообще, я заметил. если честно, если кто-то в компании выпивает, ради бога, пока. Переключаемся сюда. еще и работаем. А если вот для себя самого я вот принял вот такое решение, прям буквально совсем недавно и решил отказаться от алкоголя в любых количествах, от любого вида алкоголя, вообще, в принципе. Вот и все. Для меня вот это гордость для самого себя, что я пришел к этому вот там. А в Голландии будешь кекси попробуешь? А я даже не кексик попробую. На этой позитивной ноте мы, друзья, вам желаем здоровья крепкого, близких любить, уважать и относиться к окружающим так, как хотите, чтобы окружались, окружались, относились к вам. А голова я не ем. Да, я ни хуня без рук, у меня есть бицепс. Да не показывай! Мы визиты, блядь, остальные. Не, ну давай, давай, давай. Зараза, что ты тут большое? У тебя бицуха такая, я же на генетике. Я же на генетике. И, на самом деле, Ромбик очень прибавил вверху. Да, в ногах все окей, там коленечки побаливают, ноги просто держатся, они все будут... И так были супер, и была вообще задача у нас в целом, нашей подготовки, это скомпенсировать ноги верхом тела. То есть пропорции? Да, в этом пропорции, чтобы прям все было круто. И, в принципе, выровнялись пропорции примерно раньше, там, раза в два, чем я планировал. Я сам не понял, почему спина появилась. Потом-то я осознал, потому что, потому что одна из наших самых первых встреч и тренировок это тренировка спины. И я не понимал, почему, сука, чемпион мира подтягиваться не умеет. Почему он как сосиска? То есть, еще очень-очень пожилой мужчина по имени Арнольд Шварценеггер, он сказал, что если хотите широкую спину, вы подтягивайтесь. Вот, когда он сказал, Рома прослушал. Да, нет, я подтягивался и хорошо подтягивался. Просто в какой-то момент ушел от этого упражнения как от такового, как от базового. То есть, и заменил это все тягой верхнего блока. Соответственно, если ты всегда подтягиваешься, дохрена, ты можешь у тебя бы верхнего блока делать большой вес. Но если ты делаешь тягу верхнего блока с большим весом, не факт, что ты будешь подтягиваться. Вообще нифига не подтягиваюсь, ребят. И когда первую тренировку мы с Усланом записали спину, она есть, кстати, на канале, можете посмотреть, мне очень тяжело было выполнять подтягивание в той манере, в правильной манере, которую Руслан показал. Давайте же слово в той, наверное, правильной. В той манере и в манере, которая нравится мне. Потому что правильной, наверное, нет вот таковой. Ну, а это все по ощущению. ну, как я ее вижу, вот так я его напрягал это делать. И самое сложное мне было с дыханием. Дышать правильно. Я никогда не заморачивался по этому поводу и как бы дышал. А какие выразы дыхания? Да, диафрагму расправил, спина такая. Нет, больше кислорода получал. Лучшее отчисление, больше энергии. Ну, я скажу так, что я всегда, вот когда на массонаборе, я такой вот какой-то разобранный, я, ну, не впечатляет форма вообще. Я себе не нравлюсь на массонаборе. Ну, свой парень. Ну, крупненький может быть относительно классического бодибилдинга, да. Относительно там Алексея нашего кузнецова, да, тяжеловес. Вот. Тяжью часть вес. Да. Но, тем не менее, как бы вся работа, вы посмотрите ее, вот прям, когда мы будем готовить на сушке, форма будет колоссально отличаться от Арсеньева сезона прошлого года. Прям вот 5-5. Как у меня дочь говорит, прям точно-точно 5-5. Вот на этом. Пока. 5-5-5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова